Я вас приветствую дорогие мои, с вами Тамара Капивара и мы продолжаем проходить страх. Ну что парни, я переварила, что? Все я переварила, понимаете? Пашка оказывается мой брат. Вы кстати правильно подметили, сказали Тамара, ты ему как раз таки сказала, типа Паша, по-братски расскажи. И он такой, начинает рассказ. Я это на рендере кстати не заметила. А вот когда прочитала комментарии, заметила. Вот так вот. Ребята, вы сказали мне, что остались только бустеры. Ну бустеры мы постараемся найти. Чего? А ноутбуков и автоотвечков больше не будет. Ну и ладно. Хорошо, что все нашли. Они хотят уничтожить ее, но она уже настрадалась. Мы поместили ее сюда, когда ей было 8 лет. А жизнь? Нет признаков жизни. Нет признаков жизни? Она умирала 6 дней. Раскрытие завершено. А, вот ты. И все. Альма. Альма. Мама. Мама, я твой сын. Мама. Знакомься с матерью. Мам. Короче, мы тут с Пашкой повздорили. Он немножко умер. Но он прикалывается. Он в это, он встанет. Эм. Ну а что ты хотел? Что ты хотел? Конечно она тебя убьет, блин. То, что ты сейчас ее освободил, это все фигня, понимаешь ты. Конечно она тут настрадалась, блин. Вы ее в 8 лет поместили сюда и заставили рожать. Конечно она тебя убьет. Что ты ожидал-то, дурачок, блин. Еще твоя дочь мертва из-за этого. Вот ты дурак, конечно. Вот не жалко тебя. Мамуль. Короче, это, твой блудный сын вернулся. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама меня ненароком не убьет. Ведь так не бывает на свете, чтобы маму убивали своих детей. Мам. 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 Мам, ты как? Я, конечно, понимаю, что у нас как бы с тобой, оказывается, не совсем было, ну как бы, как сказать. Давай на F5. Сохрюте, хочу там посмотреть, что там в углу. Мам, я быстро не уходи. Я понимаю, что у нас, конечно, с тобой не было семейных уз. Ты не провожала меня в школу и т.д. и т.п. Но я готов восстановить все. Вот. Я же не знал. Привет. Ой, опять все горит. Мам, за что ты меня кошмаришь? Пистолет возьми. Кстати, откуда у меня эта пушка? Что это такое? Мам, это не смешно. Что это, блин, за фигня? Ты почему? Мам, ты почему на собственного сына это напускаешь? Я не понимаю. Я что, твой нелюбимый ребенок? Ты Пашку больше любила? Эээ. Я понимала, что у вас какая-то там связь с ним и прочее. Вот. У меня, по-моему, этой связи с вами нет. Но все-таки, блин, я твой сын. Я требую к себе любви и ласки. Мам. Налей 100 грамм. А то сейчас я не выдержу психологически. Так, ладно. Мать куда-то ушла. Так, там... Там кто-то рычит, что ли? Походу, да. А что мне делать теперь? Как мне восстанавливать отношения с матерью? Пацаны, как вы думаете? Пашка же сказал, мы рождены одной и бла-бла-бла. Пашка мой брат. Значит, Альма, мамка. Вот и все. А кто мой отец? Кто мой отец? Я так и не поняла. Может быть, этот Харлан Вейт и мой отец есть? Чуть не упустила тебя, красавец ты мой. Эф-пятнемся. Тихо. Вот как раз бустер рефлексов. Вы мне про него сказали. Вот я нашла. Ребята, я чуть его не упустила. Понимаете? Просто чуть не упустила. Чуть не заглянула. Это я невнимательно была сейчас. Это прям, ну... Это плохо было. Та-ра-та-та-та-та. Где же моя мама? Я как мамонтенок на льдинке. Мне страшно. Ой. Что это? Опять какая-то хрень. Ой, мужики, уйдите. Это кто такие? Это как они мои мамки, что ли? Мам. Меня обижают мои отчимы. Кто эти такие вообще? Или это просто ее друганы, типа, с которыми она общается? Мне они тоже не нравятся. Мам, ты достойна большего, высшего общества. Вот. Ээээ, куда я идти теперь-то? Ой. Опять, блин, идти, блин. Сейчас мужики полезут. Да, отстаньте вы от меня. Да что вам надо-то? До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. А, кстати, мамуль, а где Янка? Янка, мы с ним играли, короче. Он нормальный. Он мне водичку попить выносил и мяч скидывал. Но серьезно, где Яна-то? Мать, ты что сделал с моим другом единственным? Мать. Эх, блин, я так и не поняла, какая судьба у Янки, ребят? Вот какая? Так, куда мне вообще идти? Темный мутный коридор? А, тут ничего и нету. Здрасте, приехали. Ничего-то нет. Кстати, значит, нам остался бустер здоровья. Ладно. Хорошо, отлично. Куда это я пришел? Опа. Повредить предохранители. Подожди-ка, а если мы повредим предохранители, мы убьем маму? Или что? Или просто тут все взорвется нахрен? Ну, мать-то не убить, она же как бы призрак. Или что? Как я поврежу предохранители? Ну, не так, естественно. Это было бы глупо. Мне кажется, мы сейчас будем просто злить мать. Она скажет, нахрена я тебя рожала? Придурка такого. Эх, нелюбимый сын, ребят. Мы нелюбимый сын. Она Пашку больше любит. Мне такое чувство, что... Вообще-то, мать, надо детей любить одинаково. А я чувствую себя нелюбимым. Сохранение контроля точки. Ладно, я пока буду ныть и давить ей на материнские чувства. Нажалась. Может быть, она сейчас выйдет и скажет, ой, сыночек ты мой любименький. Я тебя вот это вот сейчас вот обниму тебя. Прижму к своей этой груди. Вот. Как-то так. Так, это все какие-то приборы. Так, это что? Ага. А почему не открывается? Мейпса тут не было. Почему закрытые двери? Откройте. Блин, какие-то все лифты, лифты. Вот что делать, пацаны? Сейчас будет полная путаница. Ну-ка. Ну, нажимай, поехали. Ну, в принципе, мать, это все игру к нам дружелюбно относилась. Я не думаю, что она будет на настором нападать. Мы же ее ребенок. А, мне больше нельзя спуститься. Да, нельзя спускаться. Подожди-ка, а... А это же не туда же я приехала? Что-то я запуталась. Пацаны, я запуталась уже тут. Блин, тут походу одно все и то же. А это куда? Еще куда-то лифт. Блин, ребята, я сейчас реально запутаюсь. Ну, ладно, если рука там не нажимается, значит... Или мы сейчас вниз приедем? Пацаны, я заблудилась в трех сосках. Так, подождите-ка. Да, это я обратно приехала, нахрена? Не, давайте обратно, что-то я не поняла. Ну-ка, давай, нажимай. Так, пацаны. А как нам это сломать-то? Я думаю, есть какие-то либо рубильники, либо что-то такое. Но стрелять в это бесполезно. Это было бы намного... Глуповато. Вот смотрите, отсюда я пришла. Мне надо все выше и выше. А, нет, надо стрелять. Всего-то стрелять, серьезно. Тьфу ты. А я думала, надо куда-то ехать. Ой. Ой. Мать, недовольна, наверное. Ой. А что теперь? Убегай отсюда, нахрен. Дверь открылась. Смотрите-ка, смотрите, дверь открылась. А я-то подумала, тут надо будут какие-то рубильники искать. Ни хрена тут не надо рубильники искать. Офигеть. Так, включи фонарь, сейчас будет все темно. А как, стру... Тихо. Бери. Это не надо, брать, это прибор. Он нам не нужен. Фонарь включи. Блин, вот это паника началась. Блин. Да не надо, ну мужики, ну хватит. Приходить ко мне, я вас не звал, идите нахрен. Мужиков, еще, еще мужики. Мать, они с тобой, отзови, пожалуйста. Мать, мужики с тобой? Так, это я не буду брать, зачем мне это надо? Наверное. А, нет, я что-то взяла. Я пока с пистолетом пойду. У меня пистолет, в принципе, хорошо ушатывает. Тем более, этих мужичков, они такие хиленькие. Они просто появляются так. Тихо. Меня это не убьет? Нет, не убивает. Что меня не убивает? Делает меня сильнее. Так, по крайней мере, меня солдаты Пашки не атакуют. Блин, получается, я своего брата замочил. Классно. Офигенно. Я имею в виду, это сарказм, пацаны, это плохо. Но я ему предлагала, Паш, пойдем со мной. Сдашься, не знаю, тебя, пуш полечат. Что перестанешь жрать людей и творить дичь. И пить. Пиво по пятницам. Он сказал, не. Стреляй мне в лоб. Эх, Пашка, Пашка. Ой, мать. Мам. Мама. Мамуль, подожди, подожди. Да, мать, блин. Ты не мать, ты е... Епена. Мать, блин. Чего ты так с своим сыном-то поговори? Как будто я тебе вот это все сделал. Поговори со своим сыном. Так, вроде ничего нет такого. А что я ищу-то, ноутбуков же нет. И автоответчиков тоже. Вот, ладно. Мать, ну ты будешь со мной говорить, нет? Так. А у меня, в принципе... Да нормально у меня оружие. И пистолет, в принципе, нормально с этими мужиками справляется. Мать, я понимаю, ты злая. Но я-то тебе не говнивничаю. Я твой ребенок. Я же не просил меня рожать. И ты не хотела меня рожать. Но все-таки, давай-ка я хотя бы на этой почве. Мы с тобой сойдемся. Как-то там, я не знаю. Будем устраивать семейные ужины. Я боюсь, что где-то здесь бустер здоровья. Если что, пишите мне, если я его пропущу. Ну, смотрите, ребят. Таймера нет, значит... Значит, можем сколько хотим тут быть. Ну все, получается, мы обратно едем. Уничтожили предохранитель. Я думала, мы сейчас рычаги будем искать. Не, ни хрена. А, там Мэйпс должен быть. Ну, вроде как, да. Подожди, Мэйпса нет, что ли? Там Мэйпса нет? Серьезно? А где Мэйпс? Мэйпса нет и крови нет. А где Мэйпс? Пацаны, я же говорила, что он живучий. Мэйпса серьезно нет. Это как это? Ни хрена себе Мэйпс дает. О-о-о-о. Ой. Уйдите, мужики. Уйдите, мужики. Не приставайте ко мне. Я очень занят. Прям вообще очень занят. Я хочу поговорить с матерью. Блин, куда она пошла-то? Так, я уехал. Ну, по крайней мере, сейчас, наверное, мужики до меня не доберутся. Согласитесь, я же все, я уезжаю. Блин, как легко было разрушить предохранители. А я реально думала, сейчас будем рычаги с вами искать, нажимать. Эпизод 11. Отмщение. Развязка. Ситуация. Силовая установка объекта в критическом состоянии. Катастрофа неизбежна. Задача удалиться от объекта на максимально возможное расстояние. Понял, принял. Так, нам нужен бустер здоровья. Эпизод 11. Отмщение. Да вертолет ваш никогда не помогает, блин. Так, парни, короче, я начала сохраняться и видите, как неудачно получилось, что... Ну, короче, тут все закрылось, понятно, все нам. И он сказал нам ждать вертолет. 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 Да блин, мне кажется, нихрена нам не поможет этот вертолет. Так, я беру свой дробовик. Спасибо на этом, что хоть мне его оставили. Там вроде бы ничего такого не было, пока я сохранялась. Там же буквально секунда, там эта синяя вспышка, да и все закрыло мне, типа. Так, а дверь открытая, кстати, смотрите. Так, эти мужики-мамкины ко мне же не придут. Что-то сомневаюсь, что придут. Мне кажется, придут. Так, мы ищем бустер здоровья. Хотя он нам нафиг не нужен. Ну ладно. Так, сюда мы не пройдем, да? О-о-о-о! Вот это я себе жопу подпалила. Вот это я себе дал... Вот это я себе, блин, нахрена я так жопу подпалила-то себе? Зачем? Ой! Да-а-а! Ой! Ой-ой-ой-ойушки! Так, ну ладно. Не могу крутануть, не могу. Ну, в принципе, мне... Да что? Ой, мужики, да вы... Да вы достали! Чего вы все ко мне ходите-то? Там ничего такого нет? Ой! Под этим я проползти не могу. Я поджигаю себе жопу. Спасибо, понятно. Не буду два раза... Это... Не надо повторять не два раза, короче. Так. Пока все тихо. Вертолет! За мной, что ли? Мой вертолет! Ну, не Пашкин же. Так, полечи еще. Так, ребят, я немножко сбилась. Смотрите, немножко тут потише атмосферка такая стала. Такая вот. Боль... Тихо. Да еб твои, мужики! Уйдите! Все-таки схватил меня, смотрите. Тихо, кто меня бьет? Кто-то меня бил, смотрите-ка. О, аптечка. Хорошо. В этом складе, походу, наверное... О, я вижу бустер! Вижу, вижу! Все, пацаны, я его нашла. Я сделала то, что вы меня просили. Парни, не успели мы с вами порадоваться за бустер здоровья, который я нашла. Я думала, я не найду, упущу. Как мне в дверь позвонили, возможно, вы это даже слышали. Мне кажется, вы слышали. Блин, ребят, вот я ненавижу, когда так отвлекают. Просто ненавижу. Тем более, это, ну, ничего серьезного в этом нет, чтобы меня отвлекать, понимаете? Я и дверь-то уже не открываю. Просто этот звонок, он, блин... Он и мертвого разбудит, мертвого поднимет. Он такой громкий, просто капец какой-то. И регулировки в нем нет, ребят. Если кто разбирается, как отключить звонок, если в нем нет регулировки, пожалуйста, напишите об этом. Мало ли, пацаны, вы у меня и такое умеете. Скорее всего, вы все умеете, это я не умею. Чего? Мужики, ну, уйдите, уйдите, мужики, уйдите. Фу, фу, фу. Так, все, лапки ко мне тянут свои грязные. А вы руки-то мыли? Руки-то, мужики, моете после туалета? А? А то, блин, тянут ко мне, блин, свои руки. Может быть, вы не моете, блин. Мне неприятно, может быть. Так, оружие. Мне не надо оружие. Так, все, ребята. Я не знаю, как мы быстро уберемся с этого склада. Но как-то надо. Тихо. Мужики. Так хватит, блин. На! Блин, патронов, что ли, кончились, блин. Я что-то даже, смотрите, в этой хоррор-составляющей я уже как бы, уже защела это. Офигевать. Тихо, 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 опять мужики, опять мужики. До свидания. Что-то у вас мало вышло, мужики. Можно было побольше. Они, знаете, уже, наверное, смирились с тем, что я это, ну... И кошмарю. Я хотел на опережение. Дайте аптечку. Не дают, смотрите-ка. Ну-ка, дай-ка мне. Так, подожди, перезаряди. Ой, темно. Ну, в принципе, ребят, тут на складе нам искать-то нечего. Бустеры мы нашли. Ноут-пуки нашли. Все есть. Ну, допустим, ради брони можно еще повнимательнее посмотреть. Но так тут, в принципе, ничего такого нет, смотрите. Вот. Поэтому, ребята, поспешим. Поспешим убраться отсюда. Тем более, психологических потрясений для нашего главного героя вполне хватит. О! Мужики, ну... Ну, хватит ко мне толпой ходить. И хватит меня коцать. Вы надоели. Хотя, в принципе, у меня здоровья дофига, поэтому, мужики, можете коцать. Так, мне туда, да? Или туда? Скорее всего, туда. Тут закрыто. Да, нельзя сюда пройти. Так, а может быть, их... Вот с этого? Да нет. Вот с этого. Давайте постреляем по мужикам. Хотя, может быть, с дробовика-то получше будет. Но я так уж. О, коробки полетели. Сейчас мужики придут. Вы думаете, это страшно, мужики? Это не страшно. Так, а вы меня не коцали даже. Ой, мужики, да вы слабенькие. Да вы вообще... Я сейчас всю броню себе наберу. Не надо мне это оружие. Подождите, а финальный босс тогда кто? Пашка помер. Неужели с мамкой? Мамка и так... Мамка-то не должна нас кошмарить. Мы же ее единственный сын остался. Мать! Неужели ты будешь финальным боссом? Ребят, ну как бы... Не хотелось бы с родной матерью-то сражаться. Тем более нам-то делить-то нечего. Тем более я ее не предавал. Ну, хотя, может быть, она считает, что я предатель. То, что я как бы работаю. Но я-то на паранормальные явления. Я же не на Армахем работаю, мам. Смотри, те. Мои кто-то заботливо оставляет броню. Так, опа, что такое много брони? Что-то намечается, видимо. Ну-ка. Ни хрена. Ладно, F5 тогда. А что, мне прыгать туда, что ли? Сейчас скажешь, ну естественно, что еще делать-то. Опа. Что это? О, сейчас будет много мужиков. На! Может, дробы их возьмем? На! Нет, они быстрее. Бери. Они быстрее как-то. Не-не-не-не-не. Лучше так. Побыстрее будет. Они слишком... А, я могу же словно пользоваться. Тихо. Ну, в принципе, они и так убиваются нормально. А что мне делать? Просто их прошить, что ли? Пока волна не пройдет. Мужики, не зажимайте меня, выгодно. Мне неприятно как-то с вами. Вы некрасивая женщина, чтобы вы. Мой главный герой хотел с вами зажиматься. И не сунь-вынь. Кстати, надо поговорить с матерью, как мне нравится невестка сунь-вынь. А то Элис Вейт-то убили. Я же думала, то на нее, то на это. Видимо, мамке совсем не понравилось. О. Все, что ли? Так что, мать, ты должна мне дать ответ. Как тебе сунь-вынь? Я поняла, что Элис Вейт была бы для тебя, как бы, очень плохой невесткой. Но. Так, я здесь тут не выйду. Так, аптечек много дают. Блин, а где Янковский-то? Где Яна-то? Яна, где же ты, Янка моя? Не знаю, где Янковский. Прохлаждается. Тихо, куда это я упал? Быстро. Контрольная точка. Да включи свет. И фонарь у меня такое говно. Я как-то кажется, что я вообще не выбираюсь наружу. Я где-то, блин. Ой. Это меня, думаете, испугает уже? Ой, мужики меня пугают. Мужики, хватит меня коцать. Мы только броню покоцали. Аптечек столько много, ребята, останется тут. Ой, даже обидно, что не тратим. О-о-о-о. Ладно, начнем тратить. Только сказала не тратим, сейчас начнем. Так неужели на меня будут кошмарить только мужики? Да не верю. Что, реально финальное сражение с мамкой будет? А за что? За что она меня так не любит? Мать, я не понимать. Что, с чего нам с тобой конфликтовать, мать? Я хотел забыть. Что? Я так старался забыть. Что, Паш? Что именно, Паш? Ой. Ко мне мать шла. Так, а что здесь? Я могу здесь пройти? Нет, я не могу. Блин. Походу, мать начала меня кошмарить теперь. Кто Пашку кошмарил, а сейчас меня. Что-нибудь есть? Ничего нет. Ладно, выходим нахрен отсюда. Я думала, может быть, в том углу она будет. Нет, она сбоку зашла. Привет, мать. Мать. Мамка. Мам, давай поговорим, серьезно. Она... Родился здесь. В этом месте. Я был там. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, убила его. Я не понимаю, что дальше. Ой. Что? Что, что, что? Что мне делать надо? А! Что, блин, там было сзади-то такое? Что значит вы убиты? Я вообще-то вглядывалась в эту... Да вы чё, блин? Ладно, ещё раз тогда посмотрим, ребят. Я всё равно, блин... Я охренею, блин. Кто мне так по жопе-то дал? Может быть, мамка за непослушание? Типа, а-та-та, плохой сын. Хотел забыть. Я так старался забыть. Вот где-то здесь она пойдёт. Ну, она же меня не коцает. Или коцает. Мне надо стрелять в мать или нет? Надо, наверное, плохо поднимать. Ну, не, наверное, точно руку на свою мать. Ну-ка. Нет, она меня не коцает. У меня 97 хп, как так и было. Ладно, пацаны, сейчас, наверное, оборачиваемся. Может быть, там какие-то монстры пришли. Ну, я поняла уже, что я тут родился. Блин, офигенно просто. Роддом такой себе. Так, сейчас мамка его убивает. Мы оборачиваемся. Ой, на клюху хотела обернуться. Мать. Мать, не подходи. Мать, не подходи. Она бы меня убила. Мать, ты зачем атакуешь своего ребенка-то? Да, я твой сын. Почему ты меня атакуешь, мам? Верните его мне. Да вот, я вернулся, мам. Верните мне сына. Ты станешь богом. Верните ее в саркопаг. Нет. Альма Уэйт, источник. Я тоже знаю, мам. Почему ты меня атакуешь? Почему ты меня так сильно по жопу ударила, что мне больно, мам? За что, мам? Я вообще не хотел в тебя стрелять, мама. Мама, почему ты так со мной жестоко? То Паша меня кошмарил, сейчас ты меня кошмаришь, мам. Сейчас, наверное, мать явится. Опять у меня пистолет в руках. Опять у меня пистолет в руках. Опа, я уже близко к... Это... Я уже... Я уже близко. Я все... Я... Да не может быть это финал. Это, наверное, какая-то иллюзия. Смотрите, людей нет, никого нет. Эй, люди. Ой. Я же говорю, что что-то не так. Ой, я же говорю. Сейчас мужики полезут. А другого оружия у меня нет. Кроме пистолетов. Ой. Ой. А что мне делать? Сейчас будут вымертвы. Ой. А что делать-то? А что делать? Эй. Меня сейчас заживет. Я не могу двигаться. Эй, да подожди. Главное, герой, ты что? Так, я не поняла сейчас. Меня что, прибили, что ли? Ситуация. Эпилог, финал. Ситуация. Неподалеку от здания Армахема спутник Ганнибал-3 зарегистрировал взрыв большой мощности. Сразу после этого сигнал от него был потерян. Попытки восстановить связь к успеху не привели. А местонахождение сотрудника страха информации нет. Так, подождите, а кто финальный босс? С матерью будем сражаться, что ли? Ну, походу, да. Эпилог. Он там. А подождите, это конец, что ли? Не, хотя бы спасибо, что с матерью не сражался. Что это будет совсем. Я и то, что в нее выстрелила, мне не понравилось. Ты представляю, как можно пережить такое. Ты-то что ноешь? А что бы повреждений пока неизвестны. После экстрема мы не могли ни до кого достичаться. Что с Альми? Что с Нестаной? Что это было? О, мать! Игра Страх посвящается памяти Вен Чи Ли. Все, что ли, ребята? Мы прошли Страх? Не знаю, кто такая Вен Чи Ли. Может быть, какая-нибудь... Либо... Жена, либо мать, либо... Не знаю, кто. Кто это? Да ладно, это все, что ли? Не, ну спасибо, конечно, что хоть я с Альмой не сражалась. Все-таки она мать. Даже стрелять мне в нее было, ну, не очень. Но она, знаете, может быть, она хотела шлепнуть главного героя по попке, но не подрассчитала силы и все. Ребят, игра просто офигенная, классная. Просто вот задумка, сюжет. Вот сейчас в играх такого не хватает, чтобы сюжет тебя трогал за душу, чтобы вот так все выворачивалось там на изданку. И чтобы ты вот потом сидел и офигевал. Когда вот Пашка все это рассказал, что ты мой брат, вот это все. Я просто, знаете, я вот выключила серию и сидела, типа так, что, что? Я думала просто, знаете, Паша какой-то поехавший, ну и пошло-поехало от экспериментов. А тут вот, видите, оказался какой корень-то проблем. Я просто, знаете, я могу считать эту игру одной из лучших. Видно, что разработчики вложили душу, труд и она реально замечательная, ребята. Вот оставила она в моей памяти неизгладимое впечатление. И, знаете, такую игру хочется пройти еще раз на элите, попробовать все еще возможности всякие. Тем более, я, конечно, пользовалась всем функционалом. Ну, конечно, я не пользовалась там рукопашным боем, этими всякими подкатами и прочими. Но можно было этим пользоваться. Хотя, честно, ребята, я немного не знаю, когда можно использовать рукопашный бой. Но они по одному почти не ходят. Ладно, когда по одному, допустим, можно как-то его так... А когда их много, то что? Да и, кстати, смотрите, у меня даже бустеры-то здоровья-то... Ой, не бустеры-то здоровья, а бустеры замедление времени не особо пригодились-то. Финального сражения, получается, у нас как бы и нет. Но это даже интересно, ребята, что... Я ожидала финального босса, ну, как я вам говорила, что с Пашкой буду сражаться. А оказалось-ка... Как оказалось, что все. И, видите, не конец. Ну, конечно, ребята, не конец, потому что не было тогда бы эфира 2-3. Хотя, говорят, третья часть, она не такая уж, что вторая хороша. Дополнение я, конечно, планирую пройти. Но не знаю, ребята, как будет время. Как-то так, давайте на этом остановимся. Потому что я сейчас ничего не обещаю. Сами вы видели, как выходили серии нестабильно. Когда утром, когда вечером, когда через несколько дней. Вот. Потому что все от моей занятости. Потому что игры играми, канал каналом. Но личные какие-то вот... Сами знаете. Работа не ждет. Понимаете, ребята? Работа кормит. Работа это. На работу надо ходить. Вот. Как-то так. Ну что, ребята. Я жду от вас комментариев. Там, я не знаю. Когда вы первый раз проходили игру. Как вы почувствовали ощущения. Что вы чувствовали, когда... Ну... Поняли, что... Как тут завязан сюжет. Как вот... Какие вы чувства испытали. Вот. Как вы офигевали, ребят. Вот вспомните свое первое впечатление. Я вас прошу. И поделитесь им. Потому что это было бы здорово. Это было бы классно. Мы бы сравнили бы наши с вами ощущения. Как-то так, ребят. Ну, и еще, ребята. Я думаю. Я вам уже говорила. Что. У нас с вами есть материальчик. Когда случился косяк с ноутбуками. Ну, помните, когда я там накосячила. Все, конечно, это помнят. Блин. Лучше бы вы забыли. У меня есть материальчик со стрима. Когда мы перепроходили до этого момента. Я, знаете, наверное, его сюда не включу. Я включу его отдельно в бонусную серию. Потому что там довольно... Ну, как сказать. Ну, немного. Но, мне кажется, маленькая бонусная серия. На 6 минут это зайдет. Тем более, может быть, я что-то еще упустила. И если есть сохранение, я там посмотрю. Может быть, там найду. Я знаю, что я там вдалеке где-то бустер не взяла. Если есть сохранение, где этот бустер. Или рядом около с ним. Я сниму и покажу вам, как его беру. Ну, просто так, знаете, ребят. Для эстетических чувств. Вот профи сюда войдет на канал. Скажет. Ой, фу, баба играет. Ой, все пропускает. А потом скажет. Ой, да она хотя бы переигрывала. Она молодец. Вот. Как-то так, ребят. Тем более, вы сами знаете, что я не люблю что-то в играх упускать. Я люблю все находить. И еще, ребят, я не знаю, тут есть ли сцены после титров. И, кстати, мы с вами не заметили. Они повторяются или нет? Сейчас субтитры или нет? Ну, в принципе, наверное, нет, наверное. Пока контроль качества идет. Это тестирование. Я просто не заметила. И они, смотрите, как-то странно в боку эти субтитры. Я обычно привыкла, что, знаете, они идут как титры к фильмам. Так, типа, поднимаются, поднимаются. Ну, или так сменяются. Вот. Так что, ребята, игра реально классная. Вот этот сюжет. Вот этот вот. То, что там происходило. Кстати, ребята. Нортон Мейбс. Где толстенький? Либо он спасся. Но как бы он спасся? Во-первых, у него была рана. Это первое. А второе. Ну, ладно, даже если бы он убежал. Почему вот крови нету? Неужели его Альма убила? Добила, точнее. Тогда бы он валялся там трупом. Что-то не сходится. Согласитесь, ребят. Где же Нортон Мейбс? Может быть, он во второй части нам попадется. Может быть, нет. Потому что как-то не досказывается насчет Нортона Мейбса. Где же толстячочек? Который нам говнил. Так, все, ребята. Видимо, субтитры заканчиваются. Не пострадал ни один спецназовец. Опа, что-то после титров. Смотрите. Сенатор, это Женевьева. Рада сообщить, что проблема с источником окончательно разрешилась. Но какой ценой? Это было неизбежно. Но есть и хорошие новости. Испытания первого прототипа прошли успешно. Как же, какая же Женевьева бессердечная сучка? Просто понимаете? Это все для них испытание. Первый прототип, это, естественно, мы. Только как нас зовут, я так и не поняла. Нам и не сказали. Первый прототип мы, второй был Пашка. Третьего не было. Первого сына она родила нас. Значит, мы старший брат Пашки. И мы его убили. Жалко Пашку. Ну, блин, он ел людей. Ну, блин, не убивать же. Это же наш брат. Как-нибудь его изолировать, лечить. И мать надо лечить. Ребят, такое чувство, что в семье адекватный только наш главный герой. Надо мать лечить от того, что с ней сделали. Пашку лечить. И как-то, не знаю, за семейным ужином вряд ли мы когда-нибудь бы собрались. Ну что, ребята, вы готовы забрать бустер, который я пропустила при прохождении? Вот, ребята, вот он тот самый. Вот он. Все, берем. Все, ребята, все бустеры, насколько я поняла, я собрала за игру. Ну что, парни, вы наконец-таки готовы узнать, какой секрет скрывается за дверями двойными? Вы мне сказали их подергать. Сейчас мы с вами подергаем. Яна, блин. Эй, парень, где тебя носила? А где тебя будет носить всю игру, Ян? Ян, да вообще, что с тобой случилось-то? Эх, Яна, Яна. Яна, Яна, Яна. Так, вот эти двери мне сказали дергать. Ну вот, я дергаю. И сколько мне так дергать их? Ничего не происходит почему-то. Ребят, вы меня обманули, что ли? Ну и что? Опа. Не-не-не, не обманули. Что это? Что? А что это за источник неопределен? Еще дергать, что ли? О. Опа, что это? Это Альма уже была? Это уже была Альма тут? Ни хрена себе. Что-что? Ну Альму тут увидели, ребята. Офигеть. Все-таки реально сработала ваша эта... Секретка. Ну я бы не догадалась, что надо так долго дергать. Серьезно, сама бы я не догадалась. Нет. Хорошая. Хороший секретик. Ну что, ребята, мы разгадали еще один секрет страха. А теперь я предлагаю вам посмотреть нарезку со стрима. Помните те два стрима, которые у нас были? Когда мы перепроходили из-за того, что я там закосячила с ноутбуком. Ну все, кто смотрел мое прохождение, понимают, о чем я говорю. Вот сейчас вы увидите, что же было на этом стриме самое интересненькое. Павел, спасибо. Спасибо, Павел. Вот они на полке, я поняла. Вот эти вот говорили, да? Вот я что пропустила. Вот они мои родные. Вот они мои хорошие. Вот что я пропустила. Я вас не увидела. Как же мне вас достать? Вот так вот я вас достану. Ребята, исторический момент. Мы достаем то, что я не брала. Нет, Саша. Саша, развернуйте. Опа, девка полезла. Я, по-моему, не видела этого стримака, нет, когда я пошла там? У меня было темно слишком, нет? Короче, ладно. Мы поняли. Я, короче, буду докапываться до Паши. Паша. Паш. О! Девчонка, смотрите. Я этих тоже скримеров не видела. Я просто спускаться начала. Вот, пацаны. Я это тоже упустила, по-моему, в прохождении, да? Если не ошибаюсь. Я ведь не брала это или брала? Ладно. Пусть будет так. На чипсы для жирного. На чипсы для жирного. А, вот, вентиляция. Всё, поняла, Саша, поняла. Всё, всё. Вот. Я, по-моему, его упустила, нет? Смотря каких, Владимир, смотря каких. Или я тут брала, ребят? По-моему, я брала всё-таки. Вот это его кровь тут капает. Прикладом. Девочка там идёт, девочка. Вот что я упустила, какой скример. Девочка. Там прошла девочка. Так, и тут тоже внимательно, ребята. Я там один момент не проверила. Я побоялась по этой комнате ходить, потому что она горела. Вот сейчас я как раз-таки оставлю запись стрима на... На видео тоже. Смотрю внимательно. Я сейчас пройду повнимательней. Чёрт, уйди. Смотрите, тут она стоит. Девочка была. Так, давайте пооткрываем двери. Что-то она вздыхает. Не бойся, главный герой. Тут ничего страшного нет. Ты откуда? Уйди. Ребёнок кричит. Ну всё, тут больше вроде ничего нет. Я просто побоялась по этой комнате ходить, потому что... Тут огонь, ребят. Вот по одной простой причине. Но в принципе он не умирает. Значит всё нормально. Здоровье у него на максимуме. Ничего такого не случается. Так, ты чё, чертоган? Ты опять вылез? Уйди. Всё, ребят, осмотрели эту комнату полностью так. И комнату черта тоже. Не открывается. Всё. Вот теперь я с собой довольна. Всё, обсмотрели. Вот опять она прошла. Вау! Сисадмин полетел. Да? Или кто? Он сольери передаёт. Благодарность. На кактус, квас и мороженое. На кактус, квас и мороженое. Благодарю. А как мужик подлетел? Подождите. Послушай Сашу и сделай наоборот. Вы убиты. Саш, спасибо! Саш! Вот кто это такой? Вот сейчас. А, это же Яна, блин! Это же Яна! Это же Яна был! Вот кто... Это Яна был! Это Яна! Ну вот, ребята, вы посмотрели нарезочку со стрима. Кто был на стриме, тот всё это и так помнит. А кого не было вы, как раз таки ознакомились, что мы там творили. Ребят, вот и закончился страх. И знаете, меня вот до сих пор потрясло осознание того, что Альма, у неё же фамилия Вейд, понимаете, ребят? Получается, Харлан Вейд её отец, а Элис, получается, сестра. Я не знаю, где мать и как она такое допустила, чтобы над её собственным ребёнком ставили эксперименты. Причём родной отец, ребят, вы вдумайтесь, что самый главный враг Альмы, это, получается, её родной отец. Тот, который должен был её защищать, оберегать. Он просто... Я не могу это даже, знаете, я не могу даже осознать, насколько он чудовище, понимаете? Он говорил нам, ну, когда мы ноутбук смотрели, что, типа, да вот, она бы никогда не приспособилась к жизни, она там такая-сякая. Но её надо было лечить, ребята. Вот что надо было с ней делать. Лечить, помогать, это же твой ребёнок, ты должен его оберегать, а не ставить на нём эксперименты, не заставлять её рожать. Это просто настолько ужасно, как он к ней относился. И самое интересное, что, главное, с Элис они-то в обнимочку-то на фотке стояли. Помните, в кабинете Элис мы это видели? Я просто, ребята, я даже слов не могу подобрать цензурных, чтобы не обозвать Харлана. Я даже не удивлюсь, если отец детей Альмы это он, понимаете, ребят? Что отец нашего главного героя и Пашки. Ну, Пакстона, кому как удобнее. Мне его удобно Пашкой называть. Да, в принципе, все уже привыкли его Пашкой называть в моё прохождении. Так что вот, ребята, я... Ну, сюжет-то офигенно, конечно, закрутили, но мне очень жалко Альму, ребят. Вот ребёнок и так был со способностями, и ей было и так тяжело. А ещё и над ней вот такой вот сделали эти эксперименты. Вместо того, чтобы помочь как-то ей адаптироваться в жизни, как-то со своими способностями разобраться, с ней сделали вот такую вот ужасную вещь. Ещё, ребят, смотрите, как я уже подметила, но я ещё раз скажу, что испытание прошёл. Это мы, понимаете? Мы, наш главный герой, прошёл испытание. И теперь всё понятно, почему нас с вами одного постоянно посылали. Это всё было испытание. Посмотреть, какое у них творение получилось. Он же нам сказал, этот Харлам Бейт, ты станешь богом. Я так поняла, это обращение к главному герою. Ну, к нашему. А это не рождение Пашки было, это рождение нашего главного героя. И как Альма кричала, типа, отдай мне сына, дай вот это. И как он говорил, что, типа, да нет, Альма такая вот, что она, ну, не приспособленная к жизни, что вот она такая-сякая. Но, блин, когда она увидела же своего сына, и она такая начала говорить, как самая настоящая мать, верни мне сына. Хотя, грубо говоря, она его не хотела, её заставили рожать, понимаете? В ней всё равно включился материнский инстинкт, и она хотела главного героя как-то понянщить, как-то себе его забрать. Ну, вот видите, как, ну, Харлан Вейд, короче, имел другие планы на это. И, ребят, ещё смотрите, самое главное, то, что он её освободил, вы думаете, ему стыдно стало за все эти годы? Конечно, нет, ребят. Я вам сто процентов говорю, нет, он просто забоялся за свою шкуру, понимаете? Что вот, он уже видел, что Пашка идёт со своими солдатами, он забоялся, наверное, за шкуру свою и своей точки. Я почему-то, ребят, считаю, что Элис не знала про Альму, что она её сестра, она, возможно, она, знаете, что-то знала, но не про это, а косвенно. Я не знаю, может быть, она там более какой-то другой отраслью в этом Армахеме занималась. Не все же там знали, вот, чем вот точно занимаются, были и простые, наверное, работники. Но не знаю я. Мне кажется, Элис не была совсем в курсе, чего они делают. Не думаю, ребят, что она бы на такое пошла бесчеловечное, на что пошёл её отец. Мне кажется, он освободил Альму из-за страха. Просто он понадеялся, что, может быть, в ней взыграет, там, не знаю, чувство, что, типа, он же её отец, может, не убьёт, но... Извините, то, что он с ней наделал, его мало убить, его надо сто раз убить. Мне вот вообще его не жалко. Да, мне было жалко немного... Ну, поболее. Элис было жалко, вот так скажу. Но больше всего мне жалко именно Альму, нашего главного героя, и Пашку. По сути... Эээ... Ни за что пострадали, вот, все эти трое. Пашка шёл, по сути, освобождать свою мать. Вот. Альма вообще озлобленная на всё и на всех, потому что, ну, сами знаете, блин, охрененно у неё и детство, юность была. И всё-таки, ребят, я правильно сказала, что она проецирует себя в образе маленькой девочки. Помните, я вам об этом говорила? А тело у неё уже взрослой женщины. Ну, мы видели, как она вышла. В принципе, теперь понятно, как она рожала. Просто у неё сознание осталось маленькой девочке. Вот. И у неё, конечно же, есть причины ненавидеть весь Армахем и... И своего отца в том числе. Я даже понимаю, если она свою сестру ненавидит. Потому что... Это росла в любви и заботе, а Альма там, в постоянном сне. Ещё и рожать заставляли. И издевались, эксперименты делали над ней. Что вот, ребята. Игра, кстати, вот, когда ты идёшь дальше-дальше, психологически она становится тяжёлой. Ну, от осознания, от этой грязи, понимаете, ребят? Что, получается, самый близкий человек оказался тебе врагом. Ну, я про Альму. Поэтому, ребят, разработчики очень здорово закрутили сюжет. Мне всё понравилось. За душу взяло. И это вот неизгладимое впечатление. Это навсегда с нами останется, эта история. Вот это сюжет. Вот сейчас такие игры не делают, как вот это вот. И Condemned Criminal Origins мне тоже понравилось. Смотрите, ребят, сравнивая две игры от разных разработчиков. Кстати, тут вы видели же на Condemned эти отсылочки, жёлтые листы. Так вот, помните, как в Condemned Criminal Origins, по-моему, он ему дядя, этому психу, за которым мы гонялись, дядя-то его до конца спасал. Представляете, какие семейные узы? Он до конца спасал его, говорил, что его надо лечить и прочее. Дядя, понимаете? А тут родной отец издевался. Вы понимаете, насколько бывают разные семейные узы? Что один, там, за преступника вступался, потому что он его семья, а другой просто ни в чём не повинного ребёнка. Я не знаю, как Харлона Вейда назвать, кроме... Я не могу подобрать цензурных слов, понимаете, ребят? Мне просто вот настолько хочется ему в лицо дать, понимаете? Вот ему смерти мало, искупить свои грехи, понимаете, ребят? И как он про неё говорит, у неё не было шансов в жизни. Он реально просто ссыканул. Он сильно ссыканул, что она их всех перебьёт и решил её сам выпустить. И такой, типа, начал... Альма, да, конечно, она тебя убьёт, старый ты хрыч. Так что вот, ребята, игра офигенная, игра замечательная. И сами знаете, как вот... Альма на нас всю игру-то не нападала, на других нападала. А на нас, она, знаете, она больше как наблюдала за нами. Но мы же её сын, первенец тем более. Мне кажется, у неё всё равно какие-то чувства к нам есть. Хоть я и говорила, типа, я твой нелюбимый сын, мама, я то, я сё. Но всё равно она, видите, как наблюдала. Ну не знаю, как у неё отношение изменится к нам после того, как мы убили Пашку, собственного брата. Ну, серьёзно, на месте главного героя это возьмёт, потечёт крыша от осознания того, что случилось. Над матерью издевались, собственного брата завалил. Даже то, что он жрал людей и это. Кстати, а зачем он людей-то жрал? Кстати, а что с Янкой? Что с Янкой и Мейпсом? Мы ещё не поняли. Ну всё, мы заканчиваем с вами разбор страха. Игра офигенная. Дополнения обязательно будут, когда я буду посвободнее. Вот. Спасибо всем за комментарии, за ваши лайки. Мне очень было приятно читать, как вы подмечали мои косяки и фейлы. Как мы всё вместе исправляли. Это было здорово, замечательно. И как мы на стримах двух собрались и тоже всё исправили. Спасибо вам, ребят, большое. Вы самые лучшие зрители. Ну что, ребята, до следующих прохождений!